Добрый вечер! Сегодня в гражданской обороне мы начинаем говорить о ломах, признанных лидерах, тех, кто озвучивает существующее общественное мнение, и о ломщиках, тех, кто кардинально его меняет. В гостях у гражданской обороны Густав Водичко, мастер текстов, обучивших многих политиков благозвучно писать и выразительно говорить. Водичко, как вы думаете, какова функция ораторов в обществе? До греческой эпохи о ораторах никто ничего не говорил. Я не знаю, как там выступали жрецы, как они воздействовали на публику. Важно другое, что когда греки реально занялись общественной жизнью и создавали демократию и общественную жизнь как способ не только управления самим собой и обществом, но и как философию бытия, которую доселе неизвестную в мире, вот тогда слово конкретного человека превратилось в то, что называется «я реально управляю». И вот интересная штука, какая произошла. Демагоги, которые овладели этим искусством совершенств, а возьмем такую вещь, что все, что мы видим сегодня, все технологии говорения, которые существуют в мире, это все греческая школа. Это греческая школа, которая все время находится в развитии. Она может в чем-то улучшаться, есть какие-то фишки, которые добавляются, но в целом ничего нового не придумано. Есть некий канон, который когда-то установили, и вот вокруг этого канона все это и движется. И смотрите, вот если мы вспомним, до чего доходило. Демагог, который выступал перед народом, или группа демагогов, могли довести его до безумия. В результате чего они могли, там, например, как вот известный случай, они перебили всех богатых людей города, после чего они очнулись, они поняли, что совершили что-то не то, и потом перебили за это демагогов. То есть они реально заплатили за то, что произнесли. Это оружие опасное. И судя по тому, что сегодня происходит в стране, оно опасно не только для того, кто этого слышит, но и для того, кто его произносит. И то, что сегодня происходит, очень часто я наблюдаю, что очень многие берут на себя функцию что-то такое произнести, а вся его конституция не отвечает тому, что он произносит, так скажем. То есть он сказал, и он не только не похож на свои слова. Более того, он даже не осознает, что когда его заставят за эти слова отвечать, и будут снимать это на мобильный телефон, он об этом может очень сильно пожалеть. Поэтому, когда начинаются серьезные социальные бури, люди должны, по крайней мере, в мир технологий, который сегодня есть, любой человек в камеру может нагреть все что угодно, запустить в сеть и так далее. Раньше таких возможностей не было. Как сказал Керемский когда-то, если бы у меня было радио и телевидение, я никогда не проиграл бы Ленину. И это правда. Он бы действительно не проиграл. Почему? Потому что любой человек, оказавшийся в зале, в который вошел как выступающий, все. Он не просто был захвачен этой личностью, то есть он понимал, что он прав. Но так как нельзя было превратить всю страну в зал, а текст написанный, это не личное влияние. Чем отличается текст, который мы с вами пишем? Вы можете сидеть в каком-то халате. Халат может быть даже и не стиранный. Или какой-нибудь там кто-то сидит там, ест попкорн в одних трусах и пишет текст. Он там готовит свой текст. Никто не видит этого человека, как он выглядит. А что-то зачеркнул, подумал, снова вычеркнул, снова зачеркнул. И потом получается какая-то хорошая работа, которую потом можно выставить. Вот она оправленная, вот она идеальная и так далее. И оно производит впечатление. Почему? Потому что не существует... Мы понимаем, там присутствует только читатель и текст. Автор, все, он не может повлиять на то, как я буду его читать. Что такое ораторское искусство? Что такое вообще влияние, когда человек выходит в зал, выходит к публике? Это не текст. Текстом является то, как ты выглядишь. Вот твоя, вся твоя конституция, и ты еще слова не произнес. Ты вышел только, а всем уже понятно. О, пусть лучше рот не открывает. Уже неинтересно. Почему? Потому что весь образ не походит, как выходит девушка в ядовито-синих сапогах. И все смотрят, она прекрасна, красива, и говорит хорошо. Только настолько ядовито-синие сапоги, что все на них смотрят. И им уже совершенно неинтересно, что там у нее в ее тексте. И она не на публику воздействует, а публика воздействует сама на себя, когда влюбуется ее сапогами. Как то же самое, что Юлия Тимошенко, которая выступает и рассказывает, почему она должна стать президентом, и при этом хвалит сама себя и так далее. Чего не должна она делать в прямом эфире. То есть такие вещи не говорят сами о себе. То есть есть для этого другие технологии. Там иначе она была выстраивать. Но шпилька, которая вылезла у нее из прически, вот она так торчит, и все на эту шпильку пялятся. И о чем он там говорит уже не видно, потому что шпилька важна. Потому что внешний вид оратора иногда важнее его текста. Вот в чем дело. Поэтому когда говорят, ах, он сказал, ах, он сказал. А он соответствует, очень важно, какой внешний вид у него. Если мы возьмем, например, то, что там может сказать Тернебог, и его текст перенесем на человека, который даже близко не лежит возле такой конституции, как у него, то это будет просто выглядеть смешно. И наоборот. То есть для того, чтобы человек в определенной вещи произносил, он должен быть на них похож. Вот что очень важно. Поэтому не каждый может выйти и кого-нибудь зарезать словом. Потому что слово, которое он производит, может зарезать его. Когда Сашкубилый вышел и делает какие-то заявления, у него в руках автомат, и он говорит, я такой-то, я вот так буду, я вот так буду. Когда он говорит, там кого-то хватает за галстук, а ты там, значит, не то, значит, вся его жизнь, если мы возьмем, она, ну, подтверждается тем, что он делает. И то, как он говорит, он постоянно был на войне, он все время воевал. Такой романтик, который все время ездил по каким-то войнам, как Хемингуэй, да, и где-то боролся за правду. Он все время боролся за правду, не вылезал из этих войн. И здесь он тоже борется за правду. И, смотрите, что очень важно, он готов за это отвечать жизнью, так как он все время рискует. Чем и закончилось. Да, его убивают, он погибает, но есть такая вещь. Он соответствовал тому, что сказал. Он не сбежал в Польшу. Он не упал на дно, а вышел и заявил, меня хотят убить. И его убили. И его убили. Он ответил за свои слова, потому что он их подтверждал жизнью. Это текст, который полностью соответствует и образу, и его поведению. Вся его конституция была подтверждением того, что его судьбы и его текстов, которые он произносил. Другое дело, когда выходит, мы помним, да? А вот как вы думаете, Питер соответствует его выход и его тексты, соответствует его судьбе? Спичайтов реально проделал огромную работу. Они составили очень хороший текст. Но есть такая вещь. Еще до того, как он скажет. Вся эта обстановка. Вот когда открывается дверь, выходит, вот эта музыка звучит торжественная. Вот эти люди, которые там стоят, как выражение их лиц. Вот это все заходит там. Никто не говорит, что человек маленького роста зашел и так далее. Вошел человек, который находится в статусе, по сути, императора. В статусе императора, который имеет ядерную бомбу. И его статусное говорение, а у него статусное говорение, оно происходит только по бумажке. Почему? Потому что каждое слово, которое было написано, сверялось с той реальностью, в которую все попали. И решало определенную свою задачу, которую они ставили перед собой. И, смотрите, вот это вот человек маленького роста, который не ходил в битву, который не был Наполеоном. Что такое Наполеон? Маленького роста, небольшого. Он был воин. Он стоит в этой треуголке, он стоял на линии огня, он прошел огромное количество битв, он бегал на Аркольском мосту лично со знаменем. Он был там контужен и так далее. Наполеон не умел говорить. Но вот этот образ, который появлялся, он заводил войска и все остальное. Здесь даже этого нет. Здесь другое. Статус, в котором находится президент России, говорит больше, чем его текст. Потому что вся обстановка важнее этого текста. Вот этот крик, вот это приветствие, когда все вскакивают в слезах, когда огромные вот эти вот аплодисменты, они срываются не раз на эти аплодисменты. Это не какие-то там аплодисменты, когда Сталину аплодируют, потому что сосед следит, как ты аплодируешь хорошо или нет. Или, например, Брежневу аплодируют, потому что надо поаплодировать. А здесь вот реально, так как это было в том же Третьем Рейхе и так далее, люди в слезах, в экстазе, они кричат. И создается впечатление, а именно вот здесь же, наверное, и была эта задача, что Россия напала не на Украину. Она напала на Китай и отобрала у нее, ну скажем, Гималайи. Забрала Гималайи, ну чтобы не обижали этих, кто там, этих, тибетцев. И Далай-Ламу сейчас привезут на место, восстановят историческую справедливость. Почему? Потому что уровень такой, как минимум опрокинули Китай. Или как минимум напали на Штаты и забрали Аляску. Почему? Потому что уровень торжественности вот этого исторического, вот этого вот пафоса, именно пафоса, обстановки важнее тех слов, которые он произнес. Поэтому, что такое вообще мастерство публичной речи? Я говорю, всегда начинаю с того, друзья мои, вы сначала хорошо поисследуете. Вам вообще в зал входить надо? Вы уверены, что вам надо туда пойти и это сказать? Помните, то есть такое, как у самураев. Вы уверены, что вам надо вступить в бой? Может быть, не надо вступать в бой? И поэтому очень многие там ноют, хныкают, приходят. Вот я, значит, у меня не получилось. А я вот зашел, а он меня так откостылял на этом. А я говорю, а куда ты ходил? Ну, на ток-шоу. Я говорю, ну, зачем ты ходил на это ток-шоу? Ты знал, с кем ты будешь встречаться? Ты понимал, какие тебе угрозы? И, а, тебе это было надо? Только тогда, когда ты понимаешь, что это обязательно надо. Без этого нельзя обойтись. Ты обязан принять этот вызов. Только в этом случае это надо делать. А если ты идешь, и оказывается, в мальчике, как мальчик для битья, или оппонент у тебя несерьезный и так далее, ты же, по сути, выбирая себе оппонента, ты, по сути, выбираешь себя. Да, переносит. И поэтому, когда приходит какой-то солидный человек и говорит, боже, а что это такое? И он потом срывает с себя все вот эти вот предметы и убегает. Я говорю, да ты уже потерпел поражение. Ты вошел туда, куда не надо входить. И поэтому бросаться на каждый эфир, я всегда говорю, не надо бросаться на каждый эфир. Зачем тебе это? Есть люди, которые могут бросаться на каждый эфир. Например, я не знаю. Ну, вот эксперты, например. Они же нужны для чего-то, для общества? Ну, знаете, мне больше всего хочется быть экспертом, вообще в каких-то вопросах. Хотя, конечно, постоянно занимаюсь тем, что кого-то учишь. Вот, человек, который может бросаться в любой эфир. Но, смотрите, я помню его еще лет, где-то 14 лет назад. Где-то в тудочном году я впервые его увидел, познакомился, мы в кафе сидели, смотрел. У нас был, мы были втроем, там еще кто-то был. И вот все, что я вижу сейчас, не расходится с тем, что было 14 лет назад. Вот он всегда был таким, он всегда был буйным, он всегда был непримиримым. У него только что он сделал газету, ее пришли, милиция схватила, вынесла и бросила в озеро. Он за ночь делает новую газету, ее один, в одиночку, делает ее за ночь и тут же ее публикует, тут же выносит. И если мы поднимаем все старые эфиры, которые у него были, они соответствуют всему, что происходит сейчас и тому, что он сейчас говорит. То есть цельная личность, да? Абсолютно. И кроме того, это вот тот случай, когда действительно человеку учиться не нужно. Почему? А потому что это дар Божий. Вот это тот случай, когда дар Божий, кроме того, он обслуживает свой образ. Вот этот Божий дар и плюс обслуживание своего образа, смотрите, феноменальная память. Он удерживает огромное количество ситуаций в голове. Я сейчас вот сидел и не могу вспомнить, господи, вот человека, который знают все, да, вот, Ляшко, да, вот. А у него таких вещей нет, он помнит всех. Он помнит имена ситуации, кто взял, где взял, где нашел, что такое, как ответить. Когда мне позвонили из Киеврада, сказали, был только что Ляшко у нас, всех порвал, всех порвал, никто слова не мог сказать. И говорит, и это было даже бессмысленно, ведь, заметьте, не грубостью. Но еще голос у него такой громкий, тембр такой сильный. Ну еще раз говорю, Боже, да, вот во всем. И в том, как он говорит, в том, какие у него данные есть, и как голос звучит, все остальное, и все это поведение. И вот то, что он подтверждает, вот в своей жизни он подтверждает то, что он произнес. Это очень важно для политика, вот, и поэтому, да, это вот тот вот случай, когда ему учителя не нужны. А если нужны, то только для каких-то смысловых консультаций, вот, когда необходимо, ну, какие-то цифры проверить и что-то в этом роде. Вот, мне так кажется. Ну да, вот Путину тоже явно не нужны, наверное, учителя, потому что его сама функция историческая, интерпретировать какие-то такие глобальные исторические события. Как вы думаете? Не знаю, я, знаете, кажется, я в его положении никогда не был. Вот, и вряд ли буду, и слава Богу. Ну, судя по тому, что ему тексты готовят, а ему тексты готовят, он не пишет сам, значит, они ему нужны. Во-первых, он находится в таком высоком статусе, еще раз, кто может иметь право выходить с бумажкой? Это человек в очень высоком статусе, чтобы выйти с бумажкой. Это какое-то очень ответственное заявление или очень ответственный анализ. Ну, например, министр может выступать в парламенте с бумажкой. Какой-то министр профильный имеет право выступать с бумажкой. Председатель партии имеет право выступать с бумажкой, когда какое-то ответственное заявление. Он находится в очень ответственном статусе. Его речь не только побудительная, она еще и ритуальная. Да, да. Поэтому, соответственно, ритуальная речь требует определенных правил, и он им подчиняется. И везде, где у него есть слабости в текстах, это там, где он выходит за ритуальную речь. То есть и за статусность свою. В таком статусе не говорят, будем мочить в унитазе. Потому что с таким количеством ядерных ракет каждое слово может иметь серьезные посредства и так далее. Поэтому ему как раз он учился. Вот он, то как раз человек, который учился правильно произносить, артикуляция. То есть он готовился к своей роли? Нет, и он готовится, он выходит, он играет эту роль, он ее играет. Что там дальше, как он понимает решение, это уже другой вопрос. Но когда он выходит, видно, вот его интервью, которое он давал, например, на пресс-конференции, она выходила за масштабы его статуса. И я считаю, что это было плохо. Именно потому что человек в таком статусе не может произносить вот таких слов, говорить таких смыслов и так далее. Но это занижает очень сильно, что бы ты ни делал. А как вы думаете, что должен сказать оратор или как должен прозвучать призыв, чтобы люди пошли за лидером? Боевые действия в центре столицы. До этого ситуация довела влада. Влада, которая за два месяца не чует своих граждан и вдаёт, что в стране ничего не происходит. Влада оголосила войну народу Украины. И это произвело до страшных наслитков. Я закликаю всех граждан и патриотов захистить свою краю и свое майбутнее. Сегодня вместо всех небайдужих, тут, у столицы, на Майдане, влада стягивает сюда бойцов из всей краины, но нас больше. И мы будем вместе. Сидайте в машине, маршрутки, автобусы. Вы потребны в суд, чтобы помогла. Ну, есть такая штука. Здесь он настолько хорошо и грамотно говорит, что мне кажется, что он читает текст. С Суфлера, да? Да. Это уже ритуальная речь. В этом есть искусственность. А искусственность, она уже... Я за подготовленной речью не пойду. Это подготовленная речь. Почему? Потому что прямое, живое переживание, оно иначе выглядит. Мы знаем, что у Виталия есть проблемы с артикуляцией, у него есть проблемы со знанием украинского языка. Но его это не портит. Почему? Потому что... Какой образ? Я старый солдат и не знаю слов любви. А тем более там на чистом украинском языке и так далее и тому подобное. То есть это вполне нормально. То есть его конституция, она такая, что... Оправдывает. Ну, как бы с этим... То есть другое слово. Это можно простить. Это можно простить. Поэтому, когда он выходит и делает такой вот призыв сильный, да, сильный призыв сильного человека, он выглядит немножко иначе. Почему? Потому что он же боец по жизни, профессия бойца. Все. И говорит, скорее всего, это заготовленный текст. Потому что он настолько... Ну, когда он такие речи толкает, настолько слаженные, без сучка и задоринки, с точными запятыми и так далее. Это то, что не может... Ну... А я в атаку не пойду. Или как... Есть такая очень хорошая фраза. Кто-то в Саленградской битве, когда лежали моряки на этом, на граве, и нужно было поднять в атаку. И они так... Он говорит, давайте там вперед, значит, сейчас пойду. Вокзал надо было взять. Они так поверзвинули, посмотрели на него. Говорят, а ты, сука, первым побежишь? И я побежал первым. И бежал, бежал, бежал до тех пор, а уже, думаю, все, уже подстился с жизнью, не зашуршал гравий и не услышал ура. Вот. Поэтому искусственная речь, хорошо подготовленная, она уже ритуальная. А за ритуальными речами не ходит. А вот интересно, когда Кличко говорил на Майдане о том, что Янукович вызывает его на дебаты. Янукович много чего пропонировал. И пропонировал, одной из таких пропозиций было, Віталій, я выкликаю тебя на публичные дебаты. Не думаючи одной секунды, я сказал так, але хочу его запросити наступну неделю сюди. И хай він також почує ці дебати з людьми. І що вони думають? Вот здесь він, кажется, использував свою там недостаточно сильну сторону, що він не силен в дебатах, але тем не мене він... Ну, є така вещь. Янукович, который може сказати слово «єлка», і може не знати разницю между Ахматовой і Ахметовой, кличко на дебатах би порвал. Янукович порвал би кличко на дебатах. Ну да, я думаю, что они... Ну, потому что, во-первых, он их знает, как вести. У него вже був опыта, он это делал. Он достаточно компетентен в том, как это делать, і с ним работали хорошо. І ми знаємо, що коли у нього було противостання с Ющенко, вони вместе уступали, Ющенко був дуже грамотний, образований мужик. Вони стояли друг против друга, і все для себе вперві зробили відкриття, а він, оказывіться, виглядав не глупіше, а він, оказывіться, виглядав не слабіше, і так далі. Тому я не знаю, как бы выглядели ці дебатки, але мені кажуть, що в цьому смыслі он мог казатися... Ну, я так допускаю, але, скоріше всего, що... Ісходясь з прошлого опыта, але такі заявлення, вони, опять-таки, в слабості чому, що вони риторичні, що ніяких дебатів не буде. Відповідствів не буде. Не буде, поэтому... І все це розуміють. А, да, відсюду, естественно, і, опять-таки, то є, ви угрожаєте, а вам ж не відповідно. В цьому є определенна така, що ми розуміють. Ну, це нечестність. А, так вот. Щоб не говорили, є така штука. Ну, картинка хороша, і ми согласні. Я ж даже не против. Так, все нормально, так хорошо. Только я же понимаю, що відповідно не буде. А все, що вийти, а я з пулеметом, і стріляти в пустое пространство. Ну, че, підходіть. Так ніхто ж не збирався на тебе нападати. Тому це слабенько. Хорошо. А вот що відповідно, якщо образ... А, і що, що, що... Слабенькі вещи не должен произносить сильний чоловік. А вся функція, конституція кличка, він сильний мужчина. Ну, що? Сильний мужчина не должен совершати таких вот странних слабих телодвижений. Вийти на ринг, а там никого нет. А хтось це буде? Да, вот как бы противника нет. Ну, хто тут на мене тут? Ну, нет же противника. То есть он вызвал Януковича на свою площадку, на ринг? Да, на которую никто не собирался. На которую никто не собирался. А как... Что происходит, когда политик говорит какие-то слова, ну, правильные, красивые, хорошие, и при этом совершенно не соответствуют тому образу, который у политика уже сложился в настоящий момент? Например, Яценюк, он говорит своё знаменитое «куля в лоб», да? И это «куля в лоб» носит в ворот. Ну, сюда, и он получил погоняло. Я с ганьбою жити не буду. Завтра пойдемо разом вперед. Якщо «куля в лоб», то «куля в лоб». Але честно, справедливо и сміливо. Почему? Потому что, вот смотрите, если бы «тягный бог» сказал «куля в лоб», это бы прошло. Почему? Потому что он конституционально отвечает подобному месседжу. Когда это сказал бы, например, Кличко, «О, я могу поверить». Почему? Потому что он столько раз принимал в лоб удар, что он, я так думаю, и пулю мог бы принять теоретически. А когда выходит Яценюк, и вот эта пуля в лоб, это как то же самое, что вот есть такая вот мышонок, выскакивает, мультирмис выскакивает мышонок с ромашкой, махает это ромашкой и кричит «не подходи». Есть такая вещь, я не могу утверждать, что вот в тот момент, когда он это произносил, он не был человеком, который готов на это решиться. Может быть, тогда момент, это вот у него такое, может быть, и было. Но смотрите, вот почему это стало погонялом? Да, почему? Потому что, опять-таки, вот никого же обмануть нельзя. Твоя конституция и то, как ты это произнес, понимаешь, что нет, вот ты-то как раз эту пулю получать и не собираешься. Ну, посмотрите, пострадали реальную пулю в лоб, получили невинные романтики и невинные солдаты-менты вот эти, среди которых, вот я уверен, что даже в среди погибших точно не было садистов, вот реально, и каких-то там убийц. И они вот расстались с жизнью. И романтики, смотрите, ни один до сих пор не пострадал, не то, что там не убит, даже не покалечен. Поэтому есть такая вещь, слава Богу, и пусть никто не будет покалечен больше и не будет убит. Но то, что произошло, вот это вот куля в лоб, есть такая штука, раз конституция не совпадает с тем, что ты произнес, ты же на сашку билый, я кляю, куля в лоб, так куля в лоб. Так он получил себе кулю в сердце, потому что его конституция совпадает. А здесь нет. Поэтому работа, что такое работа с человеком, который выступает? Ты должен себя знать, себя изучить. На что ты, что ты можешь себе позволить, а что нет. Есть такое понятие, как пафосный потолок. А пафосный потолок Яценюка не совпадает со словом куля в лоб. Не совпадает, все никак. То же самое, что Юлия Тимошенко заваливала свою предвыборную пизденскую программу тем, что завысила свои пафосные потолки. Отсняли целую кучу роликов, но абсолютно разрушительных. Там, где она говорила, я глубоко верующая людина. Она так прямо так, это все дело. А это пафосы, которые, во-первых, для глубоко верующей людины вообще не подходят. Просто человек, который ей помогал это делать, вообще, видно, этого не знал. Дальше. Она говорила тоном, ну, по сути, человека, который собирается там создавать третий рейх и всех вести к звездам. Что совершенно не соответствовало, как бы, ну, образу, как женщине, да? Вот, которая там, в она працюет, там, и так далее. Как выяснилось, працюет какась Украина. То есть, а тем более, когда Тегрюля появилась. Там мы знаем, кто говорит. И когда Тегрюля при этом говорит, я там создам. Там все, это такая была ломка образов, что да, и в результате собственная команда завалила кандидата. Вот этот чувственный перевес, вот эти четыре несчастные процента были просто созданы на этих выборах. Я всегда это утверждал и буду утверждать. Вот. И то же самое, что, например, когда она появляется на, выезжает на этой коляске, да, вот. И все оттуда говорят, о, Рузвельт. Рузвельт, значит, погоняла тут же моментально. Я, первое, не уверен, что должна была появиться именно в этот день. Даже если она появилась только что, прямо вот из тюрьмы, сразу на Майдан. Все хорошо, все красиво. Вот это вот неухоженное лицо, вот припухлое от тюрьмы, вот все остальное. Ну, неизможенное, конечно, как у настоящих революционеров, которые сидели в Алексейском Равелине, да. А такое припухшее. Но претензий нет, нормально, вот. Такое должно она появиться все там на колясочке, все классно. Только маленькая деда, помните, на что обратили внимание? Не то, что она говорит, а что у нее туфли не соответствуют. Что туфли на таких шпильках, и все вот об этих туфлях говорят, что вот, то есть, что такое публичная речь? Что на тебе? Какой ты? И соответствует ли это тому, что ты сейчас делаешь? И вот эти туфли говорят, ну как же инвалид на коляске в таких туфлях вылез? Тут, ну, явно, ну, не то. Дальше. Когда она, ее спич должен был длиться ровно минуту. Максимум полторы. Почему? Ну, потому что ситуация была такой. По Майдану носят гробы. А, да. Ты идешь навстречу гробам, и ты выходишь на сцену, и начинаешь как Ющенко затягивать свое выступление. Бесконечно, нудно, и в тот момент просто, я говорю, недуречно, абсурдно. Об этом, это же все поняли, видели, это всех раздражало, об этом многие успеи сказали. И была реакция соответствующая. Почему? Потому что Ющенко должен быть очень коротким. Я даже приблизительно представляю, как бы я бы на месте там бы сказал, ну, если бы надо было подсказать, то надо было бы выехать и сказать, что, брати и сестры, я только еще отримала свободу. И, честно скажу, я про это жалкую. Я ладно сидите в тюрьме до конца своего життя, и хай бы я там сидела. Чем отримати свободу такою страшною ціною. Я не знаю, чим я можу відплатити вам. Простите меня за все. Але я думаю, що моє подальше життя, це буде сплошна суцільна відплата. И на этом закончится. И все. И вот она бы уехала, и этого было бы достаточно. Это вот спич, который был бы как бы, ну, это как бы мое предложение. Это сильно сказано, я думаю, что... Этого было достаточно. Все, и она бы уехала. В результате превратилась, ну, вы видели, что это превратилось, там уже какие-то, когда, ну, ситуация была странная, там вдруг появляются какие-то, говорят, вот детушки. Или там кто-то заболел, упал, там ее чуть не освистали. Был же момент, когда уже собрались освистать. Поэтому все наука, надо все делать по правилам. Тогда будет успех. А давайте посмотрим, как Тягнебог поступил вот в этот период на Майдане. Его речь 21 февраля. После... Как главы политической партии Всеукраинского объединения «Свобода» Я надзвичайно прикрою жаль. Потому что сумую разом с вами. Потому что вчера пришло с жития 16 свободовцев, 16 членов нашей организации. Я не знаю, что... Ведь он же мог говорить о том, что не все в стране. Я не знаю. И возможно там еще... Вот есть разница между смысловым наполнением того, что произносят, и тем, как. Здесь важно, как выглядит и как он говорит. Ну, я бы здесь не предъявлял ему претензию. Он говорил про свободу. Не прав. Погибло не 15, не 16. Погибло много. И все они были едины. Это не имело никакого отношения. Но бывает, на переживания можно списать все. Но если бы он сделал следующий шаг... Ну и что, ничего страшного. И он говорил об этом не все. Когда работают такие огромные стихии... Да. Такие вещи уже, ну, как бы, они прощаются. Хотя, конечно, это странно, конечно. Но, смотрите, надрывный голос, который идет изнутри, который очень хорошо... Сорманный голос. Да, сорманный. Вот это очень хорошо. Почему? Потому что вот оно и переживания, вот это эмоциональный накал. Кроме того, не забывайте, что когда вы говорите о Майдане, что мы видим перед собой? Мы видим перед собой не аудиторию, в которой люди сидят ровно в ряд. Да. Которые соблюдают тишину и так далее. Это совершенно другой тип выступления. Почему? Потому что вы выходите... И это толпа. Толпа — это живой организм, который неупорядочен. Здесь самое важное — это перевес по звуку. Откуда звук? Там и лидер. Если бы сейчас, с другой стороны, поставили звук еще более сильный или равноценный и сказали... Не слухайте этого провокатора. Только что? Мы да-да-да-да-да. Загинули все наши люди. И на раскол там и так далее. Ну, так как контрсудисты, как это делают обычно в предвыборной борьбе и так далее. Смотрите, он выступает перед большой толпой, где все за то, что он произносит. Здесь ему не надо вовлекать в то, что он произносит. Это все готовы слушать, все это поддерживают. Это очень важно. Все это поддерживают и с этим согласны. То есть, это твое выступление линейное. Ты выходишь, слава нации. И начинаешь... Погибли наши. Их было много. Они были честные. Они были такие. И так далее, и так далее, и так далее. Что тебе... Это кто-то может не принять? Никто не может оспорить, да? Это глобальный переживатель. Это называется то, что... Когда мы все находимся в этом общем состоянии, поэтому я бы здесь претензий этих не предъявлял. Там уже спится... Ну, он говорил про свободовцев, потому что он вызывает свободу. Кто-то там еще чего-то. Ну, это... Хотя на самом деле, да, конечно, это... Он мог бы сделать шаг и стал бы лидером всей Украины, если бы он расширился на Украину. В перебейшую. В перебейшую. Сто процентов. Но я хочу обратить внимание... Это не помогло бы. Нет, нет. А вот другой человек, простой сотник, поросюк, сразу за его выступлением начал говорить от имени, ну, якобы, да, простого человека, и его речь была более значительной, я бы сказала, переломила ход истории. Вот бывают речи, такие какие-то ключевые моменты, которые могут изменить развитие событий. Друзья, слава Украине! Я вам скажу так. Мы пришли сюда сотню. Мы ни в никакой организации. Мы, звичайный народ Украины, который приехал отстоять права. Мы ни с секторами, ни с оборонами. Просто боевая сотня. И хочу вам сказать, что мы простые люди. Кажем до наших политиков, которые стоят за моей спиной. Ни в партии, ни в каком-то там правом-левом. Я с простой сотней, я проста людина, и так далее. То есть он, это 100% абсолютно грамотно, просто по учебнику, идеально произнесенная речь. Он говорит, что он налаживает вот этот контакт, он объединяется с народом в своем спище, говорит, мы с вами одно целое, и после этого говорит, что мы хотим. И хотел мы... Ну вот, как бы, а что? Там были люди, которые были против этого. Он выразил их мнение. То же самое, что когда Гитлер выходил в зал, он что, говорил что-то такое, что немцы не хотели слышать? Они хотели слышать то, что он произнес. Просто он это произнес так, как другие произносить не могли. Вот в этом весь успех. А здесь особо был драматизм. Почему? Потому что когда сотник выступает, а гроб же носят, гробы носят, прямо вот сейчас несут гроб на руках, он говорит и так далее. Такие вещи в истории бывают раз в 100 лет. Поэтому выступление это просто классическое. И я не отрицаю, что это спонтанно, естественно, но интуитивно выходя, человек вдруг понимает, как ему надо это сделать. Даже не размышляя, он просто это чувствует. И поэтому у него это получилось. Но о том, как это преломило ход истории, лучше оставить на суд истории. Потому что, судя по тому, что происходит, все дело еще не закончилось. Кто знает. Ну, уважаемые телезрители, мы сегодня поговорили о том, каким орудием в руках умелого или талантливого, одаренного оратора может быть речь. И у нас в гостях был мастер речи, Густа Водичка. Большое вам спасибо. И вам тоже. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok